Всем приятного вечера, времени суток, у кого утро, у кого день. Как меня слышно, как меня видно. Дайте мне обратную связь, пожалуйста, по 10-бальной шкале. Насколько меня слышно, чтобы, Аллочка, приятно, 10 баллов, отлично. Ну, Коля, у нас все так прекрасно. Танечка, спасибо. Замечательная такая вот, вообще, деньная была комната, прекрасная. Я очень рада побывать у вас еще раз здесь и рада буду еще раз приходить к вам. Ну что, мои хорошие, мы сегодня с вами, естественно, будем очень заниматься такими вещами интересными. Кого интересует мистика, загадки нашего мира потусторонние, прошу устраиваться поудобнее. Мы сегодня с вами будем практиковать, немножко заниматься такой вот майей. Кто это любит, обожает, прошу присоединяться. Кто слушает меня чисто вот фоном, когда я просто буду говорить, можете слушать. Когда начнется практика, бросайте все и присоединяйтесь к нам. Итак, повторяюсь. Холодная вода, стакан, нитки любого цвета, колечко обручальное, но желательно, чтобы там не было никаких ни ставок, ни камней, ничего. Поэтому просто обыкновенное колечко. Обручальное можно не свое, но если такого нет, ну можно взять тогда кольцо от двери, от входной, да, ключики сняли, а колечко мы будем пользоваться. Итак, если вы готовы к такому моменту, уже практически будете готовы, ставим плюсики в чат и мы тогда начнем свою практику. Но пока вы это все будете делать, я буду вступление такое небольшое, как обычно. Да, жизнь сегодня у нас очень замечательная, прекрасная, поэтому мы будем, сегодня называется такая тема, «Чистим жизнь как по волшебству», будем с вами волшебниками. Почему? Потому что, во-первых, мы должны разобраться, а что же необходимо это вообще почистить. Мы, конечно, понимаем, что сейчас весна начинается, да, то есть везде солнышко так начинает пригревать, обысвечивать все те места, которые нам, понятно, что приходится теперь убирать, потому что зимой это там кое-где какие-то там колуарчики. Но это все жизнь, и поэтому, как говорится, мы сегодня вместе с вами и еще сделаем такой большой-большой плюс. Мы узнаем, действительно ли нам хватит просто того вытереть пыль, попротирать окна, либо нам еще надо будет кое-что и побольше сделать, да, еще и магические какие-то вещи подключить в нашу жизнь. Почему дом? Вот самый такой вот основной вопрос, когда ко мне приходят люди, я всегда говорю, что у вас происходит дома, да, какая погода в вашем доме, почему? Потому что дом, ну, это самое основное, что есть в нашей жизни, почему? Потому что мы утро каждое начинаем с того, что мы открываем глаза, и мы в доме, да, то есть нас под крышей дома своего смотрим, что нас окружает. Мои хорошие, если вас что-то не радует в вашей жизни, вы открывая глаза, вы понимаете, что вы, ну, как говорится, не там, не в том месте, не вообще не в этом, как бы, моменте, что вам хотелось, да, значит, пора просто сделать шаг вперед на то, чтобы изменить свою жизнь. Это раз. Во-вторых, я считаю, что обстановка в доме, это жизненный пульс, понимаете, насколько он четкий, насколько дома все ладно, складно, богато, то вы, конечно, окрыленные счастьем. Это очень безусловно, это прекрасно, это превосходно. Ну, а если наоборот, а если действительно в доме, ну, что-то происходит, неладные вещи, может быть, кто-то сглазил, может быть, кто-то что-то подумал, как говорится, порчу наделал и так далее. Вообще, что такое порча? Порча, если научными словами говорить, да, то есть это энерговоздействие, отрицательное энерговоздействие в вашу жизнь. Ну, а если мы будем говорить, там, чисто бабушкиными словами, да, то есть это порча, которая, ну, мешает добиваться именно поставленных целей. Так вот, что касается порчи, мои хорошие, да, кто из вас понимает и в жизни сталкивался с тем, что, ну, да, бывают в жизни такие моменты, у кого было какое, да, то есть, если есть, были такие прецеденты в жизни, то, понятно, можно поставить там плюсики хотя бы, да, написать, да, было. Вот, я понимаю, что такие люди есть и они есть у нас не один-два человека, а действительно люди сталкиваются с этими всем. Но я вам хочу рассказать за то, что в моей жизни происходило. И однажды ко мне домой приходила женщина, ну, кто меня слышал, я уже говорила, да, это тот случай, который больше меня всего поразил, и вот после него я начала заниматься уже конкретной практикой. Почему? Потому что когда она пришла ко мне домой, дома у меня было красивое оранжерея, цветы, и вот, а когда она увидела, она так восхищалась ими, она так любовалась, что в конце концов цветы приняли на себя весь этот отрицательный энергоудар, да, воздействие такой вот зависти такой. И все цветы в течение трех недель просто один за одним мне пришлось выкинуть дома. Да, тогда это было очень такое вот для меня событие. Почему? Потому что я понимала на тот момент, что, представьте, да, каждый человек, любой человек, неизвестно, что у него на уме. Вы хотите с кем-то поделиться, допустим, своим сокровенным чем-то, а вас встречает тот человек, непонятно, что у него в голове, да, то есть какая злоба, какая зависть, какая-то, ну, насколько человек бывает настолько отрицательно, да, энергоотрицательно, что мы с вами однозначно не можем это все вот с первого взгляда понять, да, ой, смотри, какой человек плохой, да, ой, это мы знаем уже, да, по природе там, либо когда сталкивались с людьми, ой, смотри, так, вот это там соседка, вот это как бы давай подальше от нее, потому что там люди говорят, да, и вот эти вот все слова, которые с сказанием происходят, да, передаются от человека к человеку, они-то и говорят сами за себя. Поэтому каждый день, когда даже вы приходите домой, вы приносите с собой настолько отрицательных каких-то эмоций, какие-то воздействия, общение с окружающими, понимаете, на работе, в транспорте, это вы все приносите домой. Хотите вы этого, не хотите вы этого, все равно это у вас, оседает у вас в доме. Кроме того, не только вы, еще ваши домочадцы также подвержены всем негативным вот этим вещам, и они точно так же приходят вместе с этим тоже домой. А если уже дома накапливается довольно-таки много вот такого отрицания, то, как правило, люди чувствуют недомогание, либо какие-то болезни, болезненные ощущения. Если к вам приходят люди, допустим, с разными намерениями, да, то есть у кого-то подружки пришли поплакаться, вы знаете, что кто к вам приходит плакаться, тот начинает выливать в себя весь негатив, и он остается только в вашем доме. И вы потом с этим живете. И вы потом в этом, как говорится, в вашей каше варитесь сами. Когда мы включаем телевизор, да, постоянный отрицательный энергопоток, когда мы слышим какой-то негатив, когда кто-то там нас вообще-то разозлил чем-то и так далее, у нас это сплошь вокруг и рядом. Поэтому, во-первых, давайте-ка посмотрим сейчас, насколько ваши дома, ваше жилище имеют уже вот такое набранное состояние, да. У кого-то больше будет, у кого-то меньше воздействия, вот это положительное либо отрицательное энерговоздействие у вашего дома. Итак, мои хорошие, кто готов к практике, давайте ставим плюсики на то, чтобы я понимала, что вы готовы, и начнем заниматься практикой. У нас в комнате очень много народа, у нас очень много разных флажков, разные страны, очень приятно, конечно. Ну так, Рамин, я первый плюсик увидела. Мои дорогие, кто уже готов к практике, давайте начинайте, присоединяемся, потому что сейчас мы будем, у нас будут практические занятия, и мы с вами начнем очень качественно проработаем, проработаем для того, чтобы вы сами, каждый у себя дома, понимал, какая обстановка в вашем доме. Итак, девочки, готовы. Так, Елена вижу, ага, Наталья вижу, прекрасно. Итак, мои хорошие, ну начнем с самого элементарного, простого, это тот предмет, который мы все-таки будем, наш инструмент, да. Итак, берем колечко, я буду выполнять вместе с вами, берем наши катушки, которые вы взяли, нитки обыкновенные, прямые, простые для шитья нитки. Самый активный, кто будет у нас в чате, ждет сюрприз, я вам расскажу про ваши нитки, которые вы взяли. Ну а для начала давайте так, с катушки отбираем где-то 45 сантиметров до 50. Я буду делать вместе с вами, чтобы я понимала, что вы успеваете за мной. Итак, продеваем наше колечко, продеваем на нитку. Так, я вижу себя, поэтому вы видите то же самое, что буду делать и я. Итак, у всех то же самое. Теперь наша задача, складываем нитку пополам и завязываем первый узелочек вот здесь у основания, возле колечка. Завязываем первый узелочек. Это очень важно, потому что кто-то может у меня спросить, а можно ли сразу взять маятник? Говорю нет, потому что мы с вами занимаемся сегодня такой тоненькой-тоненькой, вот этой вот тонким планом, поэтому колечко у нас не имеет ни начала, ни концовки, и он очень хорошо, вот этот инструмент, углавливает весь этот энергопоток. Ну а что касается наших маятников, вот сколько я уже знаю, девочки, то же самое делай, да, они сбиваются, маятник неправильно показывает, и тогда у них получается каша, то есть неправильно, то есть без подготовки. Поэтому давайте мы возьмем чисто кольца. Дальше, мои хорошие, ваша задача, вот сейчас нитки, которые у вас есть, да, вот видите, у меня получается два хвостика, вот видите, внимательно, хорошенько, хорошенько возьмите за колечко и два хвостика, вот прям расправьте их между собой по отдельности. Почему? Потому что нам надо, чтобы нитки, которые мы взяли в катушке, раскрутились, и так хорошенечко, хорошенечко между двух вот тут вот пальчиков, хорошенько так вот протянули, почувствовали, что между пальцев нитка больше не перекручивается, и в конце завязали еще один узелочек. Тем самым у вас получается вот такой инструмент для работы, колечко на нитке, но другими словами, представьте, когда мы с вами шьем что-то, да, то есть у нас получается двойная нитка, ну и на двойной нитке у нас висит колечко. В конце у нас узелок, за него очень удобно держаться, поэтому на палец мы не одеваем ничего, чисто взяли за узелочек вот двумя пальцами. Итак, мои хорошие, у кого получилось и кто сделал, давайте первый шаг мы сделали, единичку в чат. Первый шаг сделан, колечко у вас готово. И мы начинаем шаг номер два. Итак, мои хорошие, кто у кого получилось уже, кто сделал, я еще раз повторю, пока чат будет писать. Мы взяли 50 сантиметров нитки, протянули через колечко, завязали, пополам сложили нитку, завязали узелочек, первый вот здесь возле колечка, потом протянули хорошенечко нитки несколько раз и завязали еще узелочек. Итак, Елена, вижу, первый сделан. Угу. Так, первый шаг сделан. Девочки, у кого еще? Катерина, прекрасно, плюсики пошли. Ну, то есть, уже получается, и первый шаг мы сделали. Угу. Алиса, прекрасно. Так, теперь, мои хорошие, шаг номер два. Нам надо научиться с вами пользоваться этим инструментом. Это очень важно, потому что ваша задача, если вы сделаете неверно, неправильно, ваши показатели будут недействительными. Итак, ваша задача сейчас сделать следующее. Возьмите, установите вашу руку, локоть так, чтобы она была неподвижна. Это во-первых. Во-вторых, поставьте руку таким образом, что вот у вас кисть находится в удобном положении. Вы ее не наклонили, ничего, то есть, вам удобно. Ваша задача сейчас следить за тем, чтобы маятник начал вот остановку, то есть, он должен остановиться сам по себе. Без ваших колебаний рук, толчков, рука, кисть должны быть просто неподвижны. Остановите ваш маятник. Мои хорошие, вот если вы посмотрите, да, то есть, у меня сейчас просто маятник стоит и никакого кручения не происходит. Дорогие мои, у вас должно быть то же самое. То есть, когда то, что я говорю, и понятно, что у меня импульсы идут, понятно, что идет вот колебание влево-вправо. А так никакого кручения не должно быть. У кого получилось двоечку в чат, у кого не получилось минусы. Итак, у кого получилось остановить и кольцо не крутится, просто стоит на месте двоечку в чат. Это второй шаг, девочки, обидно. Не плюсики, а просто двоечку в чат. У кого не получается минус, я скажу, что сделать для того, чтобы получилось. Ага, так, вижу, девочки, два-два-два. Так, минус. Теперь смотрите, Рамиля, что вам необходимо сделать? Если у вас крутится так же кольцо, как обычно, да, срывайте, пожалуйста, вот узелочек, который вы в конце завязали, срывайте его, возьмитесь опять за кольцо, протяните хорошенечко нитку, натяните ее, завяжите узел и еще раз попробуйте остановить кольцо. Кольцо, как правило, делает один поворот в одну сторону, в другую и останавливается. Почему? Потому что в данный момент крутят только нитки. То есть никакого здесь еще не происходит. А вот нитки крутят. Так, у нас только практику делает 3 человека, я так понимаю, да, 4. Так, у нас очень много людей в комнате, но пишет раз, два, три, четыре. То есть это 4-5 человек активные, которые потом от меня получат еще подарок, да, в конце. Если же кто еще хочет подарок, присоединяемся и начинаем писать. Так, готово, написали, сделала, отлично. Рамиля, прекрасно, двоечка. Теперь, мои хорошие, берем стакан с водой, который вы приготовили. Берем, я тоже ставлю так, чтобы вам было видно. Мои хорошие, обратите внимание, вот смотрите, вот сюда. Ваше рабочее состояние, кольцо вот опускать в стакан с водой нельзя. То есть когда оно будет работать, чтобы оно не билось по стенкам. Поэтому рабочее состояние, это вот буквально сантиметр-полтора выше стакана. Это, я думаю, понятно, да. Итак, теперь руки заняты. Хорошо, в следующий раз, когда вы все уберете с рук, тогда вы сделаете. Итак, мои хорошие, ваша задача сейчас сделать третий шаг, остановить кольцо над стаканом с водой. Но у кого получилось просто остановить колечко, значит будет более-менее быстрее остановить и над стаканом с водой. Почему? Потому что вода это у нас энергопроводник, поэтому она все равно имеет такое движение своего, своей энергетики. Поэтому попробуйте еще раз остановить над стаканом с водой. У кого получается, давайте пятерочку в чат, у кого получилось. На пять баллов все замечательно и все стоит, да. Колечко остановило. Алиса, прекрасно. Катерина, третий шаг, понятно. Так, Аллочка, угу. Кипа, прекрасно. Все, значит пятерочки у нас есть. Отлично. Теперь, мои хорошие, ваша задача в следующем, да. Вы зафиксировали такое положение до того момента, пока точно будете уверены, что движение маятника будет самопроизвольным. То есть, когда мы будем произносить сказания, то есть к действию, да, то есть нашего кольца, когда вы будете произносить это сказание, Девочки, у кого кольцо будет стоять, это тоже результат. У кого будет движение в любую из сторон, я еще буду об этом говорить, вы запомните, и тогда уже мы будем писать в чат. После того, когда я скажу второе сказание, остановится ваше кольцо, только тогда вы начнете писать в чат. Итак, договорились. Ваша задача сейчас. Внимательно сосредоточьтесь на вашем колечке, и мы с вами произносим такие сказания. Я буду говорить, вы будете повторять за мной. Сказание у нас к действию нашего предмета. Итак, сосредоточили внимание и повторяем. Колечко, кольцо, улови. Энергию дома сейчас покажи. Коли есть она добра да хороша или зла да худа Движение начни, да по кругу крути-верти А коли нет ее, стой замертво Движение начни, энергию покажи Еще раз Колечко, кольцо, улови Энергию дома сейчас покажи Коли есть она добра да хороша Или зла да худа Движение начни, да по кругу крути-верти А коли нет ее, стой замертво Движение начни, энергию покажи Девочки, и еще раз последний Колечко, кольцо, улови Энергию дома сейчас покажи Движение начни, да по кругу крути-верти А коли нет ее, стой замертво Движение начни, энергию покажи Внимательно следите сейчас за тем Что происходит с вашим кольцом У вас могут быть движения По кругу, по часовой стрелке По кругу, против часовой стрелки Движение вперед-назад Слева-направо Либо кольцо вообще стоит Теперь запомнили это показание Теперь произносим Колечко, кольцо, благодарю, остановись Если ваше движение, была амплитуда высокая Вам понадобится немножко больше времени На остановку Если же амплитуда была средненькая Небольшая, маленькая То, естественно, движение Как бы будет остановлено гораздо быстрее Итак, колечко, кольцо, благодарю, остановись Дожидаемся полной остановки И после этого начинаем писать в чат У кого было по кругу, по часовой стрелке Значит, пишет просто по часовой стрелке У кого было против, значит, пишет против часовой Да, против часовой и так далее У кого вперед-назад У кого слева-направо У кого кольцо стояло Это тоже результат Поэтому сейчас мы пройдем по каждому Из этих результатов однозначно Так, Алиса, по часовой стрелке Наточка, по часовой стрелке и остановилась потом, Жанна, слева направо по диагонали, так, дальше по часовой, против НАТО, слева направо, замечательно, так, ну, уже, в принципе, довольно-таки неплохо, результаты у вас, то есть, если вы точно понимали, что движение вашего маятника было самопроизвольным, без вашей колебаний, без ваших мини-толчков, значит, это будут правильные, правдоподобные ваши исследования, если же вы попытались колечко раскачать, то, конечно, это будет неверно, так, слева направо остановилась, ПП остановилась, оно стояло просто, или оно куда качало-то, слева направо, или прямо, или по диагонали, что с ним было с колечком, так, Катерина, амплитуда маленькая, движение от меня, ага, значит, от меня ко мне, замечательно, итак, ПП, единственное, вот, напишите, потому что остановилась, понятно, что оно остановилось, а куда было движение, ну, а теперь мы сейчас разберем с вами, а, оно не двигалось, оно просто стояло, прекрасно, так, ну, а вот теперь мы с вами доходим до того момента, чтобы понять, да, что у вас происходит дома, итак, мои хорошие, у кого движение кольца было по кругу, по часовой стрелке, с очень большой амплитудой, да, то есть, как бы, очень такая высокая была амплитуда, это говорит о том, что в вашем доме положительная энергетика, замечательная аура, и в вашем доме довольно-таки благополучно и успешно, хорошо. У кого было движение кольца в обратном направлении, это против часовой, это нато, вот, я смотрю, у вас это было, да, вот, больше нет, по-моему, только у одной, пока я видела, так, смотрите, у вас было против, это говорит о том, что энергия в доме у вас отрицательная, то есть, в этом доме, так вот, сложно, как-то неуютно, в этом доме, как правило, очень часто могут быть затяжные какие-то ремонты, либо какие-то дела, которые вы начинаете что-то делать, и до конца не доделывается. У кого колечко было без движения, это у вас, насколько я так поняла, не двигалось кольцо, вы написали, это говорит о том, что энергетика в вашем доме уже 50 на 50, то есть, в этот самый момент у вас происходит именно смена положительной энергетики на отрицательную, то есть, именно, как раз, вот, тут был уход. При этом, в таких домах, как правило, жизнь называется, ну, жизнь без движения к процветанию, то есть, как трясина. Так, у вас однодневные, как бы, дни. Утро наступило, ну, хорошо, вечер пришел, хорошо, то есть, у вас и не взлет хорошо, но и не взлет, ну, как бы, не падение плохо, то есть, у вас, ну, по сути говоря, никак, так, одна, ну, как, однодневно, да, живем всего в одном дне. Что касается движения от меня ко мне, да, Катерина, это у вас, да, вот движение, это остаточное положительное. Катерина, у вас просто-напросто уже отрицание набирается больше половины в вашем доме. У кого вот стоит, да, вот у вас, это уже у вас все, у вас отрицание уже начинает, ну, как, больше, да, скапливаться, чем нежели положительного. У Катерины сейчас уже практически подходит к тому, что скоро остановится и пойдет на другую, да, вот измерение, пойдет на противочасовое. Поэтому движение вперед-назад, это, говорит, остаточное, но еще пока положительное. Поэтому говорю сразу, так, по диагонали, слева-право, Жанна, то же самое пошла уже по диагонали, начинается смена уже остатков. Итак, получается, Алиса, у вас замечательно по часовой, Наталья, да, Наточка, по часовой, отлично, замечательно. Жанночка, пора чистить дом, так, Алочка, по часовой, хорошо, Ната, пора чистить дом еще в том году. Так, Рамиля, слева-направо, это уже отрицательное начинается, отрицательное состояние, которое дом уже начинает принимать. То есть у вас уже получается больше половины негатива, отрицательного. Так, Пепа тоже чистка, Рамиля тоже необходима чистка, Катерина движение, это остаточное, поэтому можно уже начинать делать какие-то вот такие манипуляции с домом для того, чтобы почистить. Так, все, это то, что касается ваших домов. Дальше, мои хорошие. Теперь вопрос, да, то есть, ну, во-первых, как это делать, это понятно, то есть, что с этим теперь делать, кого устраивает такая жизнь, можете так и дальше жить, кого не устраивает. Так, у меня всегда маятник не идет по кругу. У меня всегда маятники не идут по кругу. Вот, Катерина, поэтому я говорила, что надо не маятники брать, надо брать кольцо, потому что наши маятники, которые у вас есть, они требуют к себе определенного рода действия, да. Сначала у нас идет подготовка к маятнику, к работе и так далее, и, естественно, завершение. Поэтому маятник у нас имеет начало, имеет оконцовку и поэтому работа. Почему я говорю всегда, что сейчас мы берем и работаем только с кольцом. Кольцо всегда улавливает те положительные, либо отрицательные моменты. Поэтому, Катюша, вот тут как-то, если вы работали с маятником, то, скорее всего, ваша трактовка, о которой я вам сейчас говорю, да, движение, оно может быть у вас и неправильное вообще. Так, ну, что касается наших помощников, которые живут в нашем доме, которые нам помогают, естественно, вы все их знаете, да, это наши домовые. Я люблю задавать вот такой вопрос, мои хорошие, для чего нужны домовые? Как вы думаете, вообще, нужны ли они нам? Если нужны, то для чего? И как вы думаете, вообще, в каждом ли доме они у нас находятся? И живут ли они постоянно с нами? Либо периодически приходят, уходят. То есть, что вы об этом знаете? Почему? Потому что многие охраняют дом, Наточка, конечно, это их самое первое, понятно, да, берегают, охраняют. Насколько вы знаете, что, находится ли он у вас в доме, либо он не находится у вас в доме, кто у вас живет в доме. Почему? Потому что, как правило, очень часто люди, во-первых, кто их видел, то хорошо, да, то есть, ну, это очень редко бывает, когда их видят. Кто не видит, то он, как бы, думает, что у него дома есть, а, как бы, живет, да, но на самом деле, мои хорошие, как правило, бывает в точности, но наоборот. Если вы сами лично не заводили себе домового, не приглашали его в дом, то, как правило, могут быть у вас живут сущности. Это такая же потусторонняя, тоже потусторонний мир, но немножечко отрицательный. И поэтому очень часто говорят, ну, я вот ложила там конфетку, я вот там ставлю там 100 грамм там, да, вот там на шкафчике, ну, и вроде как дома все хорошо. Так вот, я вам хочу сказать, что ни конфетка на шкафчике, ни 100 грамм, ни печенька, как правило, это вы не подкармливаете домовых. Вы это кормите сущностей. Но кто такие сущности, мы об этом еще поговорим сегодня, чтобы вы понимали, вообще, кто у вас в доме живет. Мы еще посмотрим, сделаем практику номер два по поводу того, что действительно ли у вас есть домовой, а может, у вас его там и нет, и есть у вас только сущность, энергосущность, которая живет в вашем доме, питается вашей энергией, которую вы приносите тепленькую. Я вам еще расскажу за нее, чтобы вы понимали, кто это такие. Так, а у меня домовой, то телевизор переключает, то чайник включает, замечательно. Татьяна, мы как раз проверим, действительно ли это домовой у вас вот такой вот, Шкодина. Так, Наточка, думаю, его нет. У нас квартира. Наточка, они живут и в квартирах, если вы его приведете туда. Так, Елена, защитники добра и спокойствия дома, если не хулиганит. Но, во-первых, домовые у нас никогда не хулиганят, они просто у нас бывают, если малыши, либо девочки, то бывают, там пропадают какие-то заколки, вещи, расчески, то есть такого, да, как бы, женских таких штучек. Но, как правило, потом это дело все находится. Если же дома у вас живут сущности, дорогие мои, какие бы вещи, куда бы ни пропали, вы никогда их не найдете, потому что это живут сущности в доме. Они также нуждаются в каких-то ваших вещах. Так, Катерина, я прослушала, нужно надевать нитку на палец или держать за узелок? Держать за узелок. Так, Татьяна, у меня нет кольца обручального, я его продала. Танечка, надо было взять просто колечко от входной двери, просто с ключиков. Так, Алиса, многоэтажных в каждой квартире живут домовые. Да, Алиса, если, вот вы когда приводите себе домового, да, то есть там есть специальное приглашение к домовому, как его привезти. Кстати, это я вам предлагаю на интенсиве, кто не знает, как это делается. Есть специальное сказание для того, чтобы привезти к себе именно домового, и несмотря на то, что у вас там какая многоэтажная квартира, там дома, там, я не знаю, небоскребы, вы все равно его приводите именно в свою квартиру и показываете именно свое жилье. Да, это то, что касается вашим, своим обиталищем, да, именно жилье. Поэтому он остается только в ваших вот этих вот метрах, которые касаются именно вашего жилья. И он будет следить именно только за этими. Ни за соседскими, ни сверху, ни снизу, ни сбоку, ни откуда. Только за вашим. Понятно, что серебряное можно? Можно. Можно и серебряное колечко, лишь бы только без камешков было. Итак, что касается наших домовых. Мои хорошие. Понятно, что все вы правы в том плане, что они нам помогают, да, что они оберегают, защитники дома и всего прочего. Но что касается в древние времена, да, люди считались со всеми духами. Это у нас сейчас 21 век, мы как бы, да, кто-то понимает, кто-то верит, кто-то еще не столкнулся, воочию не увидел, поэтому может и не поверит. Но это не верят до поры до времени. Потому что как только встречается с чем-то непонятным и неопознанным, сразу люди начинают верить во все чудеса, какие вообще только есть, да. Поэтому раньше считалось, что в избе живет хозяин-батюшка домовой. Знаете, есть вот этот мультик, да, там, да, Наташа, дочка, умница, там, мусор вынесла и так далее, да, помните, домовью на Кузе. Так вот, там тоже самое было, вот тот момент, когда из дома, да, перебирался именно в квартиру, там, сказочник, вот этот вот дух леса и так далее. Так вот, мои хорошие, они точно так же понимают, насколько наша цивилизация развивается и какие у нас сейчас идут года, века и так далее, поэтому они так же живут в любых жильях, там, в любое жилье, где живет человек. То есть, если это будет квартира, будет в квартире, если будет непоскреб, непоскреб, если это будет, я не знаю, там, сарайка, значит, в сарайке. То есть, неважно, где будет еда, где будет внимание, где будет уважение, почет, там и будут находиться ваши смотрители домовые. Итак, что они делали? Во-первых, за данным домом, естественно, следили домовые. Во-вторых, следили за здравием жильцов. И, кстати, сейчас они делают то же самое. За здоровьем домочадцев они за этим следят. Это второе. За достатком, за кромах, за закушанием на столах. Понятно, что сейчас мы можем сказать, у нас нет ни амбаров, да, там такого нет. Но, мои хорошие, вот давайте такой маленький такой вот момент. Дорогие мои, вот представьте, что не сегодня-завтра завалило снегом вас, вы не можете выйти из дома. Вот с сегодняшнего момента. Открывая холодильник, открывая ваши там шкафчики, где лежат ваши запасы, насколько по времени хватит у вас продуктов? Итак, у кого хватит на день, на два, это полностью семья, предположим, три человека, да, вот предположим, три человека, семья. Насколько у вас по времени хватит ваших продуктов? На день, на два, на три, на неделю, на десять дней, на сколько? Вот такой вот подумайте, да, то есть мы берем туда, вот именно, вот давайте возьмем там закатки, закрутки, не знаю, там морозинки и так далее, и так далее. То есть примерно прикиньте и напишите, сколько по времени ваша семья протянет без похода в магазин. Ну вот, вот такой вот маленький момент. Так, на месяц. Так, дожидаемся, кто еще у нас на сколько там протянет. Почему? Потому что считается, что если в вашем доме ваш хозяин домовой выполняет свои обязательства, да, то есть в любом случае он отвечает за продовольственные запахты. Это крупы, это закатки, это какие-то сушки, консервы и так далее. И поэтому, мои хорошие, так, на месяц, больше месяца, 20 дней, 4 дня, 10, на месяц без хлеба. Так вот я вам хочу сказать, мои хорошие, у кого домовой в доме действительно помогает вам по хозяйству, как правило, вы от полутора до двух-трех месяцев можете спокойно обходиться без похода в магазин. Елена, 2-3 месяца, понимаете, вот больше месяца, Наталья, да, то есть получается вот месяц, два. Вот, Танечка, 4 дня, Алла, 10 дней, 20 дней, это очень мало. Это говорит о том, что либо домового нет, либо он просто вам совершенно не помогает, вам именно в ваших делах хозяйствах, потому что вы с ним не взаимодействуете никак, вы не обращаетесь к нему за помощью, поэтому он, как говорится, запасы дома и не собирает, не держит. Морозилка большая, без закатки люблю делать. Так вот, смотрите, мои хорошие, все, что получается, а что без него нельзя жить. Почему, Олечка, можно, но только с ним жить еще легче, понимаете, почему? Потому что, вот, посмотрите, вообще для чего они нам нужны? Кто с этим уже сталкивался, кто с этим живет, тот понимает, что его жизненные позиции, жизненные какие-то идеи, жизненные цели, они достигаются гораздо-гораздо быстрее. Почему? Потому что очень часто бывает так, что, вот, мы с вами люди, да, мы живем с вами, ну, в среднем сколько мы живем там лет, ну, пусть 70, да, пусть 80, даже если мы с вами будем жить 90 лет, 100 лет, пусть век, да, человек живет век, ну, ладно, вы знаете, там с китайцами вместе взятые, все, вот век, пусть живет человек, да. У нас идет летоисчисление именно годами. Дорогие мои, у домовых, это потусторонний мир, там идет летоисчисление вековое. И поэтому даже наши домовые, как правило, не самые взрослые, самые взрослые, это по 20 веков, по 18, 19, 20, 24 века, это самые взрослые домовые, которые, ну, очень опытные. А у нас, получается, когда видят домовушечки, да, вот там такое, там увидят, там, как правило, дети видят, это вот 1-2 века всего-навсего домовому. И то, представьте, век. То есть он уже, как правило, наши ситуации в жизни, получается, там, ну, раз, ну, два раза, мы сталкиваемся в какой-то в мире, в нашем, да, опыте. Например, ну, вот, предположим, какая-то ситуация, да, и мы понимаем, что, ага, ну, мы попробуем сделать вот так. Получилось хорошо, не получилось, и в жизни еще раз она повторяется, и еще раз она, да, и мы, допустим, учимся на своих ошибках. Что касается с домовыми, вот представляете, если им, допустим, домовой у вас живет, там, 5-7 веков, то есть у него, как правило, уже несколько сотен раз одна и та же ситуация, и она была в его, уже как бы он проходил, да, через эти века, через эти года он уже проходил. И, конечно, когда мы обращаемся за помощью к домовым, конечно, они понимают, что для нас лучше, как для нас будет правильнее, и каким образом для нас это будет, проблема решена гораздо успешнее для нас. Это я вам подвожу к тому, что, кто из вас слышал о том, что наши домовые, там, допустим, душат, да, вот, как правило, там, ой, меня там домовой душит, там, я не знаю, там, что делать, да, то есть вот, как правило, когда вот такая ситуация происходит в жизни, вот теряться в этом плане совершенно не нужно. Надо быть просто, знаючи и подкованным, говорить о том, что, если он начинает вас душить, а вообще, как это происходит? Очень часто люди настолько волнуются, настолько не понимают, как это все дело происходит, да, и они впадают в панику, в стресс такой, а они на самом деле нас просто предупреждают о том, что в нашей жизни происходят какие-то будут события, моменты, либо к худому, к плохому, да, либо к хорошему, к доброму. Поэтому от того, что он нам может устроить нашу жизнь на тонком уровне, на тонком плане, это в первую очередь также в их интересах. Смотрите, было у меня тоже выступление, девочка писала, что накануне свадьбы, перед свадьбой, он, ну, то есть ей почувствовалось, что ее души домовой. Когда она услышала, что я так, как к худому, да, к выдоху, она говорит, я вообще не поняла, что произошло, но прошло время и просто-напросто она не вышла замуж, то есть она, у нее свадьба рассталась, да, то есть как бы ушел мужчина, и она говорит, я так и не поняла вообще, что получилось. А они даже годы не прожили, понимаете, семья развалилась. Поэтому вопрос, он предупреждал, девочка просто не поняла. Поэтому, когда идут вот такие моменты, мои хорошие, надо уметь вовремя сказать. Допустим, вообще, почему души? Они не могут нам ничего сказать, это очень-очень громко, понимаете, это космические голоса, это очень громко в нашем мире. Поэтому они вышли на другой образ общения с нами. Вот мы, каждый человек имеет свою ауру, да, то есть она на расстоянии вытянутой руки. И вот что мы делаем? Когда мы встречаем какого-то человека, да, и если он сильно близко к нам подходит, то есть наши ауры, да, вот так вот пересекаются, нам становится некомфортно, если, да, то есть мы не знаем человеку, но нам некомфортно. Мы подсознательно, даже не думая, мы делаем шаг назад, разрываем вот этот контакт, и все, мы установили в себе приятную дистанцию, мы сделали шаг назад, да, разорвав вот этот вот контакт. И нам хорошо. Что делают домовые? На наше биополе, да, на нашу ауру, они начинают давить своей. И чем сильнее они на нее давят, тем у нас ощущение, что нас сдавливает. При этом надо просто быстро сказать «к худу» либо «к добру». Если вы услышите «к добру», спасибо. Если вы услышите «к худу», значит надо сказать «помоги преодолеть с легкостью». Вы даете право ему в вашей жизни исправить вот это все, что вас ждет в будущем впереди. Поэтому они это очень быстро, знаете, вот распределяют эту всю ситуацию, и они просто ее даже не допускают в вашу жизнь для того, чтобы вы не получили какое-то вот отрицание. Ну вот я вам скажу за одну момент такой, когда упал в Питере самолет, вот это, да, то есть крушение было. Так вот один человек, мы с ним разговаривали по скайпу, он говорит, ты знаешь, вот не знаю, что произошло, но накануне я понимал, что меня вот поднимали на кровать и бросали, поднимали на кровать и бросали. Говорит, я утром встал, я не могу не собраться, не могу найти документы, не могу найти паспорт. И говорит, у меня все как-то все пошло через вот… Он говорит, я просто-напросто, мне пришлось позвонить, мне пришлось перенести встречу, у него там что-то там не получалось, какая-то документы, несостыковка, в конце концов. Он говорит, как никогда, вот просто было, как никогда. Он сдаёт этот билет на тот самолёт, который злополучно упал, он сдаёт этот билет, и в конце концов, он говорит, я вспоминал, что произошло, и когда мы с ним разговаривали, я говорю, у тебя было что-то? Он говорит, да, накануне, я помню, что я слышал этот выдох к худому, именно к худому, он говорит, я говорил, преодолеть лёгкости. Да, он говорит, у меня нервов было столько, я не мог понять вообще, что произошло. А вот его-то как раз была задача, понимаете, он просто дал ему возможность преодолеть с лёгкостью какие-то проблемы. И тем самым наши домовые просто-напросто, вот в данном случае, он заставил его сдать билет и взять на другой рейс, вот и всё. Поэтому наши смотрители, они однозначно нам помогают в отношениях, в гармонии девочки, у кого есть проблемы, например, с мужем, с детьми. Это самые большие помощники в нашей жизни. Почему? Потому что вы даже, понимаете, вы даже не можете понять, как это, вам не надо это понимать, как это работает. Почему? Потому что вам стоит только делать обращение, и ваши дети будут совершенно по-другому себя вести. Стоит попросить, и ваш супруг будет просто по-другому себя вести. Я вам хочу сказать тоже такая вот ситуация, это уже как бы когда люди, да, вот я общаюсь с ними, я помогаю им, и уже вот, когда начинается, мы разрабатываем, да, то есть все встречаемся, ещё раз там обсуждаем какие-то моменты, и вот они мне рассказывают о том, что происходит у них. И вот женщина одна рассказывала, что появилась, ну, у неё там муж, она ему там всегда пекла какие-то там вкуснятины все, но он никогда у неё ничего не спрашивал, будет она, не будет, но он считал так, если она готовит, значит, она уже поела, всё. Ну, а тут она, говорит, тоже приобретает этот интенсив, она у неё с домовым, то есть она начинает там какие-то другие булки, какие-то там, ещё что-то, тут она решила блинчики испечь. Вот она напекла 6 штук, она говорит, «Алла, ты знаешь, для меня это было просто шоком». Вот она там сделала 6 блинчиков, их нафаршировала, и муж говорит, ну, на. Он говорит, прошло время, он приносит мне обратно, их было 6, он приносит обратно 3, и говорит, ты знаешь, я уже наелся, я подумала, может, ты тоже будешь. Она говорит, я как сидела, на него такая посмотрела, говорит, ну, для меня, говорит, просто был шок, потому что он никогда ничего мне не предлагал. С того момента поменялось всё. Почему? Потому что наши смотрители однозначно за гармоничное отношение в семье, чтобы было всё, знаете, как говорится, в мире ладно-гладно и складно просто. Поэтому, что касается планирования наших ещё дел домашних, вы можете с ними делать с лёгкостью. Так, Анна, так, а правда домовые сначала старые, а потом молодеют? Домовые сначала старые, а потом молодеют. Танечка, я знаю, что они бывают как маленькими, так бывают и взрослыми, но при этом, я же говорю, смотря сколько ему веков. И поэтому, если в вашем жилье домовой смотритель уже довольно-таки опытный, естественно, он будет взрослым, таким уже стареньким. Если же он будет иметь своё потомство, естественно, он будет помоложе, естественно, он будет маленький. Так, ну ведь мы переезжаем. Значит так, Катерина, если вы переезжаете, однозначно вам нужен ваш домовой. Почему? Потому что если вы переезжаете из своего дома в свой же, да, например, этот продали, а другой купили, однозначно вы своего забираете и перевозите с собой. Если же вы с чужой квартиры, например, переезжаете куда-то, не вкусные, и не стал убежать. Так, я так не поняла, так, Катерина, а может... А, подождите, я тут не дочитала, да, сейчас, подождите. Так, я думаю, зависит от достатка. Если есть свободные деньги, то и прикупить всего можно впрок. Вы знаете, Наточка, во-первых, достаток тоже зависит от домового. Почему? Потому что именно в их интересах приумножать, прибавлять и сохранять вот это вот богатство, которое есть у людей. Если дома нет того смотрителя за... Знаете, вот есть такая вот шкатулка, да, вот именно сундук называется. Если только нет смотрителя за вот этой копилкой сундука, то, как правило, бывает очень часто, дома живет сущность под названием проруха-долговуха. Если дома нет домового, сколько бы вы не пытались собрать себе достаток, у вас эта сущность проруха-долговуха будет, как сквозь пальцы деньги куда-то утекают, и ничего вы покупать не сможете. Если у вас замечательный есть домовой, который в вашем доме, он помогает вам и наладить отношения на работе, у вас будет и доход, и достаток, и возможность приобретения именно тех товаров, которые в семье необходимы для кормежки. Так, у меня было так, что домовой гладил по лицу ночью. Во сне так было классно, так нежно он это все делал. Танечка, вот именно в этот момент необходимо и спрашивать, либо это к ходу было, либо это было к добру, либо просто вспомните, если вы ничего этого не говорили, да, просто вспомните, какие были события, может быть, он при этом вас жалел, поэтому через какое-то время у вас начались какие-то катаклизмы именно вот в вашей жизни. А может быть, он наоборот вас успокаивал от того, что у вас что-то впереди случилось, и поэтому он вас успокаивал. Такие моменты бывают, как правило, очень бывают сплошь и рядом, если вы к этому относитесь, ну, знаете, как говорится, вот воочию, если вы это видите и ощущаете, да. Так, а может невкусно я не стал обижать жену? Нет, девочка хорошо готовит, и она очень, у нее кулинарное образование, пышки, все плюшки, это было всегда, поэтому здесь Катерина здесь это дело не прокатывает, что было невкусно, нет, это было просто потому, что действительно она понимала, что если муж никогда этого не делал, то сейчас он ровно половину, он не съел один, понимаете, а остальные принес, нет, он ровно половину. Итак, мои хорошие, ну давайте, разговоры разговорами, давайте мы с вами сейчас будем проверять. Итак, кто готов проверить, кто живет в вашем доме? Итак, если вы готовы проверить, кто живет в вашем доме, давайте плюсики в чат, и мы начинаем с вами проверку. Что касается наших выводов, которые будут, не надо путать первые выводы со вторыми, поэтому первая практика это практика, она совершенно отдельная, чем вот наша вторая. Итак, у нас, так, смотри, плюсики побежали. Так, ставим наш опять стакан, устанавливаем наше колечко, вы это уже делать умеете. Так, устанавливаем наше колечко. У кого получилось, уже остановили, давайте семерочку в чат, что все получилось, и мы начинаем. Напоминаю о том, что вы фиксируете такое положение руки до того момента, пока точно будете уверены, что ваше движение маятника самопроизвольно. Девочки, это очень-очень важно. То есть, движение маятника самопроизвольно, то есть, от вас ничего не должно зависеть. Вы должны проследить за тем, что маятник начал движение сам по себе, без колебаний ваших рук и мини-толчков. Рука-кисть должны быть неподвижны. Девочки, вижу, семерочки побежали, значит, вы готовы. Итак, еще раз напоминаю о том, что мы делаем. Сначала мы произносим сказание, потом мы наблюдаем результат. После того, как уже мы просмотрели результат, еще раз одно сказание. Останавливаем наше кольцо. После остановки мы начинаем писать чат. Итак, сосредоточили внимание и произносим вот такие слова. Колечко-кольцо улови. Энергию смотрителя дома сейчас покажи. Коли есть она добра да хороша. А колечко-кольцо улови. А колечко-кольцо улови. Колечко-кольцо улови. Итак, вы наблюдаете сейчас за тем, что происходит с вашим кольцом. У кого кольцо стоит, это тоже результат. Толкать его качать не стоит. У кого идет по часовой, у кого против часовой, у кого вперед-назад, у кого слева-направо. Итак, зафиксировали для себя. Теперь произносим колечко-кольцо. Благодарю. Остановись. Дожидаемся остановки. При этом, у кого большая амплитуда, побольше времени, у кого маленькая, естественно, поменьше. У кого колечко остановилось, начинаем писать в чат. Еще раз напоминаю, да, у кого кольцо стояло, это тоже, девочки, результат. Итак, прекрасно. Начинаем писать, что у нас имеется в наших показаниях. Почему? Потому что, девочки, от того, что вы написали, от того, что вы увидели, что вы так, Олечка, нет, нет, это что? Это нет, это движение, я так понимаю, нет. Итак, сейчас мы, да, прекрасно. Мы сейчас с вами подведем итоги. Не надо их путать с первой практикой, я вас еще раз, да, вот вам говорю. Поэтому мы сейчас с вами подведем итоги именно по вот этому моменту. Почему? Потому что, если вы хотите, чтобы в вашей жизни был помощник, вот именно помощник с потусторонних, это очень интересно, это очень удобно, когда вы с ним, знаете, ну, вот в таких вот очень дружелюбных таких отношениях. Почему? Потому что, если хотите, я вам свои могу рассказать приметы, как вот я с ним дружу, да, хотите, могу клиентские рассказать, потому что очень много девчонок, которые рассказывают, да, то есть каким образом они с ними взаимодействуют и что получается. Почему? Потому что у нас есть скайп-чат уже, кто вот общается, да, вот с интенсива, там есть скайп-чат. И вот девчонки пишут уже свои практики, да, то есть что у них было в жизни жизни и как ему помог именно их смотритель. Так, написали. Прекрасно. Ну, а вот теперь начинаем. Давайте так. Сейчас я вам буду говорить именно в общем, а потом пройду, каждый скажу, что у вас дома. Да, да, нет, нет, есть или нет. Или есть, ну, кто у вас живет. Итак, мои хорошие, если кольцо у нас так стоит, кольцо практически стояло, есть у нас такие. Итак, колечко у нас стоит, просто стоит. Это говорит о том, что смотрителя, а вообще смотрители домовой, девочки, это одно и то же, да, то есть понятно, потому что я называю их смотрителя, потому что они смотрят нам не только за безопасностью, они смотрят еще по нашей жизни, как нам помочь, где, в каком направлении нас направить. Поэтому смотрители. Поэтому если кольцо без движения, значит это говорит о том, что либо домового у вас нет, либо у вас их два. Если домового нет, это бывает, когда купленное, либо построенное новое жилье, и смотрителя в дом не приглашали. Это первый момент. Поэтому когда вы делали обращение к кольцу, показать, уловить именно энергию смотрителя, его нет, и поэтому кольцо просто стояло. Либо когда у вас их два, это говорит о том, что когда вы приобрели либо вторичное жилье, либо это жилье, да, когда пошла смена, да, вы получили наследство, там, и вы еще пригласили с собой своего, да, когда переезжали, и получается от старых хозяев остался один, и с вами пришел еще один, то есть у вас получилось два. Они у вас находятся все вместе, как бы они не могут понять, кому чем заниматься, и поэтому они находятся на равных правах, и никто вам не помогает. Это равносильно, вот представьте, стоят две женщины, вы говорите, иди сюда. Одна думает, ей говорят, другая думает, ей говорят, при этом, получается, никто не реагирует, не та, не та. У вас та же самая песня. Поэтому, у кого, девочки, движения нет, говорит о том, что у вас либо его вообще нет, либо их два. У кого было движение, так, вперед-назад было, да, вот смотри, у кого движение вперед-назад, это у вас, это говорит о том, что у вас дома, Огонь есть. Девочки, у кого движение вот такое вперед-назад, вот так вот, четкое, большое, амплитуда высокая, довольно-таки высокая, говорит о том, что он вам помогает, прекрасно с вами взаимодействует и по вашей жизни помогает. Если же амплитуда вот вперед-назад, но небольшая, да, то есть это говорит о том, что он у вас дома есть, но чисто занимается вот безопасностью, чтобы не ограбили, не затопили, не обворовали и так далее. Все, ни больше, ни меньше. Поэтому хотите научиться именно общению с домовым, пожалуйста, прошу гостя на интенсив. Интенсив записи вы получите его сегодня же и сразу же, да, после оплаты, сразу в этот же день. Что касается по стоимости, понятно, что вы получите еще скидку и еще могу вам сказать, мои дорогие, я еще добавила, кстати, сюда же в этот интенсив, да, два дополнительных занятия. Во-первых, это про духи, то есть как с ними взаимодействовать, с теми духами, которые есть в нашей жизни. И еще про машину. В машине живет у нас же потуха. Это такая сущность, которая управляет машиной. А если вы понимаете, что вам надо продать машину, либо вы хотите приобрести машину, либо вы хотите, чтобы ваша машина не капризничала, а всегда находилась, то есть в исправном состоянии, научитесь взаимодействовать именно с этой животухой. Эта животуха называется сущность души машины. Это такая же интересная сущность, которая очень и очень капризная. Поэтому, если только она захотела избавиться от вас, как от хозяина машины, дорогие мои, что бы вы ни делали этой машине, она все равно от вас уйдет. Либо наоборот, бывает, что машину вы покупаете, вроде бы нормальная, а проходит время, она капризничает, и это надо, это надо, она начинает тянуть деньги, деньги, деньги. Вот в этот момент, мои хорошие, надо с ним научиться взаимосвязывать, договариваться. Может быть, вы тот именно человек, та девушка, ваш муж или супруг, которая и поможет машине, как говорится, выкарабкаться, поправиться, починиться и уже перейти к другому хозяину. Поэтому от того, какая у вас животуха, какая у вас машина, душа машины, вот от этого будет и отношение ваше к машине. Почему? Бывает очень часто, например, я вот знаю по жизни, у меня есть один мужчина, посадишься, я не в машину, не могу сказать, только взяла ключ, она начинает, то капризная, то заглохла, то еще. Я говорю, слушай, я вообще не могу понять. Ты когда научишься с ним, он говорит, ты знаешь, она меня боится, он только приходит, берет машину, зовет, завела, он говорит, ничего с ней не случается. То есть представь, насколько вот такая капризная машина. Поэтому чужие руки вообще не любят. Вот она привыкла только к одним рукам. Ни жена его не может садиться там за рунда, ну просто вот она, вот она одна. Поэтому, мои хорошие, вот там именно как раз есть про очень замечательные вот эти сущности. Итак, пошли дальше. То я могу очень много говорить, потому что я мне так настолько это все, я знаю, что это все работает, я знаю, что это настолько все помогает людям, поэтому я очень хочу с вами поделиться этим всем. Итак, пошли дальше. У кого движение было из стороны в сторону, это говорит о том, что у вас нет смотрителя, просто нет, но у вас есть сущность, которая живет дома. И остальные, да, то есть у кого по кругу движение хаотичное, оттуда и сюда, то есть как бы вот крутилось, это говорит о том, что сущностей много, а хозяина домового нет ни одного. Так, ну а теперь давайте мы пройдемся вот здесь по чату. Так, Жанна, по часовой, дома сущности. Так, Катерина, практически стояла, либо нет ни одного, либо два домовых. Так, Алла, против часовой. Против часовой это сущности отрицательные и причем не одна уже. Так, Олечка, стоит кольцо, либо два домовых, либо ни одного. Наточка, то же самое. Так, Рамиля, по часовой стрелке есть сущность, которая небольшая еще. Так, Ната, вперед-назад, поздравляю, у вас есть домовой. Так, Валечка, от меня ко мне у вас поздравляю, у вас есть домовой. Вы можете на интенсиве просто просмотреть блог, где научиться с ним общаться и помогать он будет вам по жизни. Так, подвижение вперед-назад, это говорит о том, что у вас тоже он есть, поздравляю. Так, Алла, а сам он не приходит, мы уже 30 лет живем, получается, у нас нет, он сам не приходит. А как он? То есть вы можете ко мне прийти просто сами в дом? Ну, естественно, нет. То есть до того момента, пока я вас не позову, вы же ко мне не придете? Нет, то же самое делают и они. Так, Алла, откуда у нас все эти домовые, так, шеи русалки? Так, мои хорошие, Танечка, ну, во-первых, это все сущности, которые все равно приходят из потустороннего мира, это все, что создано нашим Творцом, да, то есть вот эти все сказки, которые издавна передавались из поколения в поколение, люди там, да, то есть это все потусторонние, отрицательные, как говорится, мы сейчас, да, 21 век, мы говорим персонажи и так далее. Мои хорошие, это везде они были, есть и будут всегда, потому что это все, что касаемо потустороннего мира. Есть русалки, есть лешие, есть очень много сущностей, о которых я сейчас вам буду говорить, вы будете точно понимать, кто у вас живет дома. Ну, вот начнем с того, да, девочки, у кого я вам говорила, у кого есть домовые, поздравляю, можете посмотреть в тренинге, да, запись и научиться с ним взаимодействовать. Почему? Потому что это очень интересно. Они помогают именно вот по работе. Я же говорю, кто хочет, какой, допустим, пример, мой лично собственный, либо, чтобы я сказала клиентам, да, то есть какой вот, хотите, любой, расскажу, напишу. Вы пишите, я вам расскажу. Что касается сущности, мои хорошие, самая первая сущность, которая очень часто встречается в нашем доме, это называется скандалистка, и ее подружайка называется хаосница. Мои хорошие, когда вы заходите в дом, и вы видите, что у вас раскиданные вещи, когда вы смотрите, открываете шкаф, и у вас оттуда все уваливается, вот там живет хаосница. Это сущность, которая находится в ваших домах. Очень часто вместе с ней бывает ее, как говорится, знаете, такая близкая подружайка, это скандалистка. Как правило, бывает, вот на пустом месте начинаются дома ссоры, скандалы, склоки. И когда вот, помните, вот изначально я вам говорила, да, когда вы приходите домой, вы же набрались всего, да, на работе, в общественном транспорте, еще что-то. Вы когда приходите, вы начинаете выжимать с себя вот эту, да, то есть эту отрицательную энергетику, но она же тепленькая. И вот эта скандалистка, она провоцирует еще больше, и вы делаете выброс вот этот энерго, да, вот из себя отрицания. А вот скандалистка, там, с хаосницей посидели, лапки друг дружку по это самое потерли, сказали вам спасибо и успокоились. При этом вы уже успокоились, все, для них все прекрасно, все хорошо. Когда вы начнете для себя, а что же стало причиной, да, ну, подумаешь, вещи раскиданы, подумаешь, еще что-то. А вот это как раз и была причина, именно хаосница объединилась вот именно со скандалисткой и получили свою порцию питания. Очень часто еще можно назвать такое, то, что я уже вперед говорила, да, то есть проруха-долговуха. Это та сущность, которая всегда приходит к вам в дом, если вы хоть раз взяли где-то у кого-то перезаймы деньги, либо в кредит вы что-то взяли. То есть как только она, вот вы идете, думаете о том, где взять, где найти там, да, то есть вот эта мысль, мыслеформа, которая появляется, эти все сущности, они будут тут как тут. Почему? Ну, потому что они понимают, что если вы думаете об этом, вы постоянно в напряжении, вы постоянно находитесь вот в таком состоянии взрыва в эмоциональном, поэтому это готовое для них уже, знаете, как говорится, ходячий пирожок вкусненький. Потому что рано или поздно, если вы понимаете, что у вас есть один кредит, а потом еще один, а потом вы следом еще берете, то знайте, что в вашем доме живет вот такая проруха-долговуха, которая копает вам вот такую долговую яму. Поэтому, мои хорошие, ни одним кредитом нельзя перекрыть другой кредит. Это просто вам проруха копает еще одну такую вот яму, через которую вы будете спотыкаться, спотыкаться, спотыкаться. Вылезти из нее очень и очень сложно. Каждый из вас понимает, что если дома денег нет, да, то, как правило, либо когда они приходят и тут же сквозь пальцы непонятно, вот вроде ничего не покупала, денег нет. Вот знаете, что у вас именно в доме, вот в вашем, да, в этом окружении есть энергодыра вот такая, которая и тянет к себе вот именно ваше денежное накопление, ваши средства. Есть еще такие, их очень много, девочки, да, потому что я смотрю, в принципе, у нас и времени очень много. Очень много есть, ну, еще тоже парочку скажу, такие, одиночка. Вот когда говорят, да, вот там одиночество, там рядом, там и так далее. Так я вам хочу сказать, это вот та сущность, которая, как правило, не отпускает человека практически никогда. Почему? Потому что если вы чувствуете, что, допустим, ушел, да, там человек, там или вы сами остались там одна, да, и если вы начинаете чувствовать, что вот эта вот нужность, да, что вот это одиночество, что вот ваши слезы, это все в подушку, мои хорошие, знайте, что рядом с вами именно сущность одиночества. Эта сущность никогда вас не оставит в покое просто так самостоятельно. Она будет делать все для того, чтобы вы... Так, ага, бывает. Итак, что касается нашей сущности, да, вот одиночества. Она всегда, как правило, сама никогда не уходит от человека, никогда. Она наоборот начинает человеку доказывать, что ему очень хорошо. Вот, например, женщина одна, да, она говорит, ну, а что, ну, ты ж представь, готовить тебе никому не надо, убирать ни за кем не надо, тратиться ни на кого не надо, то есть ты отпрашиваться ни у кого не надо, ты сама себе свободная, спокойная, что захотела делать, да, во сколько захотела спать легла, во сколько захотела встала и так далее. То есть вот эти все плюсы якобы, да, то есть и человек начинает реально понимать, да, искать выгоду в том, что он, а при этом одиночество, оно-то всегда считает, представьте, вы плачете в подушку, а оно-то от этого питается, вы ее просто питаете своими эмоциями. Поэтому мои хорошие слова одиночества, когда говорят, ну, вот, я боюсь одиночества, да, так вот это как раз и говорит о том, что человек именно опасается этой сущности, которая, как правило, сама никогда не уходит, а человек это социальное именно существо, которое живет в социуме, оно желает быть нужным, оно желает дарить любовь, дарить тепло, дарить ласку для того, чтобы вот быть, именно вот чувствовать, что кто-то есть рядом. Поэтому просто задумайтесь, у кого есть вот такая ситуация, да, и вы чувствуете, что это одиночество уже рядом с вами, мои хорошие. Однозначно, для того, чтобы познакомиться с мужчиной, либо с женщиной, да, если у нас есть мужчины, однозначно вам нужен домовой, который поможет вам именно наладить, во-первых, избавиться от этой вот одиночества и просто вас направить в нужное время, в нужное место, там, где вы встретитесь. Бывает это очень легко и просто. Например, какое-то время проходит, и человек, да, то есть, сидел-сидел, да ладно, пойду в магазин, скажу, что пошел, зачем пошел? Тут встречается какая-то ситуация, подворачивается так, что они встречаются, а давайте поговорим, а давайте, а вам помочь, а сумки донести, все, и вот таким образом начинаются взаимоотношения. Поэтому наши домовые в этом также нам помогают, мои хорошие. Это уже, как говорится, от этого не уйти никуда и не отнять. Что касается наших сущностей. Еще есть, у кого пьет, если, например, есть муж или там сын, там, или еще какие-то моменты, и выпивают, мои хорошие, дома живет хмельная. Это та сущность, которая приходит в дом и приходит именно к этому человеку, и она заставляет его не тогда пить, когда вот он уже пьет, а она как раз его заставляет тогда, когда он божится и говорит, я больше пить не буду. И вот в этот момент сущность начинает, как говорится, целиком и полностью оседать на него, заставлять выпивать, и человек ломается и начинает пить. Ну, уже про болезнь мы не будем говорить, это тоже сущность, поэтому, как правило, если сущность будет большая, взрослая, они делятся на разные категории, есть маленькие, знаете, как это, маленькая болячка, там ударился, зацепился, поцарапался, укололся, это маленькая сущность, которая есть в доме, живет болячка, называется. Есть сущность побольше, которая называется уже хворьная, так вот эта вот сущность хворная, это, ой, голова постоянно болит, то спина, то ноги тянет, ломит, то еще, то есть это более такие весомые уже болезненные ощущения. Но когда человек с этим справляется сам, как-то так по себе, да, то есть однозначно эта хворьная отходит на какое-то время, и вот стоит в стороночке, все равно периодически порцию своей еды получает. А, мои хорошие, когда это запущенное, когда особь очень большая, человек перестает с ней сопротивляться. Ну, и слог, естественно, вы знаете какой. Поэтому, что касается наших домовых, это замечательные наши помощники, которые, Олечка, хотите в свой дом помощника, можете приобрести. Если вы считаете, что он вам не нужен, ну, ради бога, значит, живите так, как вы живете. Но я считаю, что у кого есть этот домовой, кто действительно с ним хоть раз столкнулся, посмотрел, как это работает, как это помогает, тот, конечно, никогда от него не откажется. Все, вот на интенсиве, спасибо, Танечка уже ссылочки дает, на интенсиве, мои хорошие, вы увидите, да, то есть это все в записи, это удобно, когда вам удобно, вы возьмете, почитаете. Кот, за кем носится? Рамиля, во-первых, коты, это те существа, которые совершенно четко видят весь потусторонний мир. Поэтому, кто у вас дома, если вы сейчас определили, если это домовой, соответственно, он может следить за домовым. Если это сущности бегают, прыгают там, то на люстру, то на шкаф, то еще куда-то, и кот постоянно за ними смотрит, это будут сущности. Поэтому все наши животные, которые есть в доме, они, конечно, это все наблюдают, а коты особенно. Итак, на интенсиве вы увидите, вы услышите очень много интересного. Во-первых, если в доме два домовых, как заручиться поддержкой обоих, либо как вывезти одного из дома, это раз. Второй блок, если домовой у вас есть, энергетика дома отрицательная, как попросить его о том, чтобы ваш смотритель вам помог избавиться от вот этого отрицания, да, и перенаправить уже в положительное русло ваше жилье. Третий, если у вас нет домового, энергетика дома еще более-менее хорошая, то есть откуда вы, как вы его приведете, как вы пригласите его, что надо сделать для того, чтобы он остался, он помогал вам, и как его покормить всего один раз, чтобы он никогда на вас не обижался. Это вы увидите именно в том же интенсиве. И четвертый, самый такой основной большой раздел, это если нет домового, энергетика дома отрицательная, много сущностей, как откуда привезти домового, как убрать эти сущности, как почистить дом, как его привести в порядок, исправить энергетику дома, это вы все непосредственно узнаете из этих вот блоков. Ну и еще я вам говорила, да, что есть два дополнительных, это вот про машину, животуха, это тоже сущность, причем очень хорошая сущность, сладко признаю, но можно с ней договориться. И еще один есть урок, который запси, это именно наши смотрители, либо духи, с которыми мы живем и общаемся. Там тоже очень много и магического, и практического, есть очень много интересных вещей, которые вы в интернете не найдете, поэтому вы можете смело переходить по ссылочкам и просмотреть. И по стоимости понятно, что это не 7 тысяч и не 5 тысяч, которые в данный момент, да, и всего 4 400, то, что вы получаете. Ну и плюс дополнительные уроки, которые есть, вы пройдете, посмотрите по ссылочкам. Я понимаю, что, так, у кого есть на ссылке не открываются, Танечка, посмотрите, пожалуйста, почему не открываются ссылочки, потому что Ниночка у нас не может сейчас пока почему-то пройти. Может быть, обновить страничку надо, не знаю. Вот. Есть ли еще ко мне какие-то вопросики, я готова вам еще ответить. Ну а если вы хотите о том, чтобы я вам рассказала за тот момент, что бывает у вас, да, там, например, хорошо, есть по дому что-то, можно сделать по дому. Если вы хотите обратиться тет-а-тет конкретно по какому-то вопросу, на консультации однозначно мы сможем с вами встретиться, увидите, у вас будет целый час на то, чтобы мы с вами порешали ваши какие-то моменты, вопросы, в том плане, там, что-то с детьми, там, на работе какие-то, неурядицы, да, хотите повышения там по службе, по работе, либо, допустим, что-то по житейским моментам, я с удовольствием вам помогу, потому что на любые вопросы, любые проблемы, когда ко мне обращаются люди, мы работаем вместе. Если это психологические моменты, а я еще раз напоминаю, что я психолог МЧС, если психологические моменты, мы работаем со стороны психологии, если здесь магические какие-то вот есть, да, там порча, там еще сглазы, еще там что-то проклятие, это уже именно чистая магия. Поэтому мы находим общий компромиссное решение совершенно четко, конкретно и стопроцентным решением. Поэтому, мои хорошие, я однозначно еще раз повторяю, что кто переходит по ссылочкам, получает интенсивные записи, вы еще и получаете свободный доступ в скайп-чат, там, где мы с вами обязательно будем общаться, обязательно будем разговаривать, на все вопросы, какие у вас будут возникать, вы будете задавать вопросы, я буду на них отвечать. Так, у кого есть еще вопросики, я еще пока здесь побуду, ну, а Танюше я могу передать слово. Танечка, спасибо большое за приглашение, буду рада еще у вас выступать со всеми новыми еще своими темами, которые у меня достаточно много. Все, всем пока-пока, до свидания.